Сегодня у монумента погибшим в локальных конфликтах собрались матери, ветераны и официальные лица республики. Возложили цветы, вспоминали и полушепотом говорили о том, что же такое Родину защищать и как ее защищать, не покидая ее пределов. Вопрос дискуссионный и спорный. Однозначного ответа нет и не может быть. Есть только совет, который должен стать рецептом. Как сделать так, чтобы брат никогда не шел на брата? 6 августа – День памяти молодых ребят, солдат и командиров. Они сражались за Родину. Спустя десятилетия их продолжают оплакивать матери. Сослуживцы вспоминают тяжелое время, подвига и героизма. Я очень рад посетить ее мероприятие, поздравить всех парней, что они пришли, вспомнили о своих погибших товарищах, матерей, которые потеряли своих сыновей. Тысячи слов благодарности прозвучали сегодня. Женщины из комитета солдатских матерей лично выезжали на Северный Кавказ в самый разгар контртеррористической операции. Передавали письма и посылки, забирали тела своих погибших детей. Эти самоотверженные женщины вывозили на Родину раненых, добивались для солдат назначения боевых пенсий. Было все очень чрезмерно сложно и даже скажу плохо. Так мы это все привозили и мы доводили до сведения соответствующих министерств, в первую очередь обороны и наших верховных руководителей. Огромная боль все эти годы сопровождает матерей, сестер и друзей погибших в вооруженных конфликтов. Многие ребята, прошедшие горнила боевых действий, до сих пор справляются с психологическими проблемами. Они и их семьи, безусловно, нуждаются в поддержке и понимании. Многие военные, прошедшие Чечню, живут с мамами, нет у них семьи. У всех психологические проблемы. Если бы не было мамы, кто бы его кормил? Вот уже 20 лет Надежда пытается получить специализированную психологическую помощь для своего сына. Даже ветеранской пенсии не хватает на оплату курса реабилитации, которая так нужна солдату необъявленной войны. Я считаю, что им должны каждый год предоставлять какое-то лечение, чтобы они как-то лечились, какие-то санатории им давались. Сегодня вспоминают героев, благодаря которым мы знаем, что такое настоящая храбрость. Героев, о которых пишут книги и снимают фильмы. Героев, которые так нуждаются в нашей поддержке и благодарности. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.